Великий товарищ, значит, обидел себя именно царем, то есть буквально ты его поставил, он царем себя, но у нас царь только кесарь, да, то есть украдок есть, а ты его покрываешь, и это может стоить ему, стоить ему поста, и поэтому он лупает руки, и буквально делает, что вы хотите, и просто вы его нахать. То есть вот эта церковь называется церковь Вечеранова, вы видите, церковь Венеса, значит, это не важно, это не важно, хорошо, отсюда начинается царами Господа. Сейчас еще одна церковь, проявление, вот эта церковь принесения приговоров, вас вам скажу, пока это если вы не начинаете, я вам скажу, что вы посмотрите, что интересно, на эти камня. Вот здесь вот запрошена игра в кости, вспомните, что для бибельских солдат играли в кости, вот, а вот здесь вот такие насечки, такие насечки, на камне, как вы думаете, что это такое? Дед, покажите еще, где это? Да, это так, для чего это? Вот, это свалил. А? Не, 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 это же казарма была? Может, это розыгрышка? Это казарма была? Тиратель. Здесь была конюшка, для того, чтобы не скользили, вот в камне и ставили, чтобы какой-то не скользишь, водится спокойно. Здесь находился пунктипилот. И поэтому, как мистически получается, что при окрестных усилий идет так, как-то как-то как-то... Выбежал навстречу процессии по переулкам. Встретила, увидела сына своего, который шел на земля, по всякой части креста, уже весь избитый, и упала в опорок. В Библии этого ничего нету, но есть такое предание, которое выглядит, ну, вполне правдоподобно, да, что вот мать видит сына своего, с надающим, падает в опорок. И здесь недалеко вспоминают о том, когда Господь себе мог дарить хрест и отдал его хрест, который как бы буквально выполнил заповедь Господа. Хочется, чтобы забыть, возьми хрест свой и неси. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его, радуйся, царь иудейский. И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему, когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего Киринея Ненасимона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со Смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его, царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконимых. Наипадчимый имя от беззаконимых греха моего очистины. Якобеззаконимый я знаю грех мой предо мной, есть в виду Тебе единого согреших, и рука во Петербург. Что он наслышал? Церковь называется Церковь Успения Божьей Матери. Она стоит на месте, где был дом апостола Иоанна, любимого ученика Господа. Понятно, что дом апостола Иоанна ничего не осталось, она просто заказывается патичная католическая церковь. Но она стоит на том самом месте. Вот почему мы хотели, знаете, тайна. Давайте вспомним. Тайные вечери. Господи, вечери Твои тайные. Мы, как разбурники, исповедуйте, повинними Господи во Царстве Твоем. Господи, вечери Твоем. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.